Давайте, пожалуйста, вспомним, каким человеком был герой сегодняшней программы. Расул Гамзатович Гамзатов родился в селении Цада Дагестанской АССР 8 сентября 1923 года. Свои первые стихи он написал в 9 лет. Наставником в поэтическом искусстве стал для него отец, народный поэт Дагестана Гамзат Цадаса. Первый сборник стихов «Горячая любовь и жгучая ненависть» вышел на аварском языке в 1943 году. В 20 лет Расул Гамзатов стал членом Союза писателей СССР. После окончания Литературного института в 1951 году Расула Гамзатова избирают председателем правления Союза писателей Дагестана, где он работал до своих последних дней. Поэмы и стихи Расула Гамзатова переводили на русский язык Сергей Городецкий, Роберт Рождественский, Андрей Вознесенский, Наум Гребнев. Многие из них стали песнями, благодаря таким композиторам, как Ян Фрэнкель, Оскар Фельцман, Раймонд Паулс, Александра Пахмутова и другим. Исполнителями этих песен стали известные певцы и артисты Анна Герман, Галина Вишневская, Муслим Магомаев, Марк Бернес, Иосиф Кобзон, София Ротару, Вахтанг Кикабидзе. Всю жизнь, бок о бок, Расул Гамзатов прожил с любимой женой Патимат, которая была для поэта не только верным другом, но талисманом и музой. У супругов родились три дочери – Зарема, Патимат и Салихат, которые, в свою очередь, подарили счастливому главе семейства четырех внучек. Расул Гамзатов ушел из жизни в 2003 году. Его поэзия по сей день пленяет и очаровывает каждого, кто к ней прикасается. В прошлом году исполнилось 90 лет со дня рождения поэта. В честь этого события 2013 год в Республике Дагестан был объявлен годом Расула Гамзатова. Расул Гамзатович безумно любил свою красавицу-супругу Патимат. Патимат – интеллигентнейшая, красивая женщина. Она руководила музеем. Потрясающе совершенно. И боялся только ее. Вот когда он сидел в застолье, мне посчастливилось в застолье неоднократно бывать рядом с Расулом. И когда приходил кто-то и говорил, Расул Гамзатович, что вы такой мрачный, такой грустный? Он говорит, Расул не грустный, Расул трезвый. А Патимат ему не разрешала выбивать. Она всегда следила. А когда мужское общество было, она обращалась ко мне. И говорила, Иосиф, ему нужно еще работать, ему нельзя пить. Пожалуйста, последите. Я говорю, конечно. И вот на банкете на одном, в честь окончания съезда комсомола, я взял Расула под свою опеку, стоял рядом с ним. Он говорит, это, знаешь, ну немножко мне можно. Я говорю, нельзя. Патимат сказала, нельзя. Он говорит, это особое давление на малые народы, то, что происходит. И вдруг подходит человек в черном и говорит, Расул Гамзатович, вас просит к себе Леонид Ильич Брежнев за стол президиума. Он так поворачивается ко мне и говорит. И вот он ушел. И я только со стороны смотрю, как одну они с Леонидом Ильичем в рюмку подняли, вторую, третью. Наконец, после третьей Леонид Ильич ушел и нам вернули обратно Расула Гамзатовича. Как с ним приятно было просто наблюдать за ним и слушать его. Вот я никогда не забуду, с Алюшкой еще была грудным ребенком. Там был первым секретарем обкома Умаханов. Такой был. И вот мы приехали с Хренниковым туда на встречу. Хренников был депутатом от Дагестана. И приехали, значит, и на ужине торжественном сидел грустный, трезвый Расул. Рядом сидел Патимат. И вдруг Умаханов произносит тост. А сейчас я предлагаю выпить за самое дорогое, что есть на свете. За женщину. За женщину-мать. За женщину-жену. За женщину-дочь. За женщину-сестру. И все, кто считает себя настоящими мужчинами, прошу встать. Все встали. Расул сидит, смотрит настоящих мужчин. Какая самоуверенность. Мы говорили о... Расул. 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 Продолжение следует...